Вы ложитесь, пожалуйста, а потом сделаем вам привилочку от гриппа. Маркарита Филиппова – образцовый пациент. Ежегодно 87-летняя женщина проходит вакцинацию. Не пропускает и диспансеризации. Пандемия не нарушила больничную карту. В этом году для маломобильных пациентов диспансеризация частично проходит на дому. Думаю, лучше я задыхаюсь, когда иду, шага два, три, четыре, я задыхаюсь, когда дышусь, потом уже и иду. А так я при клинике плохо хожу, ногам-то, ноги плохо ходят. Я дома, ко мне домой приходят, если я выйду. В домашнюю диспансеризацию входит ЭКГ, измерение глазного давления. Кроме того, медицинские работники берут кровь из вены на ряд исследований. Сейчас мы для того, чтобы прививочку сделать от гриппа, померяем с вами температурку. Среди противопоказаний при вакцинации – острые заболевания, воспаление хронических недугов, аллергия на белок. Перед уколом обязательно подписывается соглашение на прививку. Дело это исключительно добровольное. Руководство обзванивает, предлагается прививка, пациенты соглашаются. По прошлогодним опытам у нас очень много желающих привиться в нашем районе, прикрепленных к нашей поликлинике. Для диспансеризации и вакцинирования на дому сформированы специальные бригады врачей. Они не контактируют с зараженными коронавирусом. В день медработники обходят порядка 20 квартир. Всего в планах осмотреть и привить около 600 маломобильных людей. На это специалистам потребуется около месяца. Однако сделать прививку от гриппа можно и привычно в стенах поликлиник. Делают их в две смены утром и вечером. Лет пять уже я подряд снимаю, это прививку делаю. А вот я раньше не делал, болел часто. А вот сейчас, тьфу-тьфу, что-то нету, не болею. Сохранена и массовая вакцинация. Речь идет о выезде медицинской бригады, скажем, на предприятие или в учреждение образования. Мы уже побывали как минимум на десяти объектах. Это и образование, это и культура, это сфера здравоохранения, промышленные предприятия, на которых было привито уже свыше трех тысяч доз. Вакцина, как и в прошлом году, направлена против двух самых распространенных штаммов гриппа А и Б. Алена Стецук, Сергей Мазилов, Тень в событиях.